Всем привет! Сегодня с историей от подписчика. Сейчас я зачитаю большое письмо, потом мы с вами будем давать комментарии. Здравствуйте, Галина! Спасибо, что существует ваш канал, который очень помогает разобраться в отношениях и некоторых других психологических аспектах. Нашим прекрасным женщинам. Я уже во многом разобралась и осведомилась, но когда приходит новая проблема, то понимаю, что не все же можно понять самому. Семь месяцев назад я завершила абьюзивные отношения с турком и даже горда собой, что спустя долгое время смогла это сделать. Мы познакомились в Минске, он был студентом магистратуры, но спустя три месяца в его семье произошла одна история, из-за которой он больше не мог оплачивать учебу и обратно вернулся в Адану. У него есть высшее военное образование, но после террора в Турции всех, кто был в тот день с оружием, обвинили в терроризме, и этот процесс длится уже года четыре. Да, есть такая история у нас здесь. Многих невинных сажают и они ждут суд каждые полгода, ломают жизни людей. Он тоже попал под этот суд, но попозже. После его учебы в Минске мы путешествовали много по Украине, оставались в отелях, ходили по интересным местам, кафе и так далее. Также путешествовали в Турции, оставались там у его знакомых, ездили автостопом. Я только сейчас заканчиваю универ, пятый курс, фэшн-дизайн, то есть я студентка, без денег, и его дохода я тогда не знала. Может, родители обеспечены, я не знала, затрагивать такую тему с ним разговоров или нет. В общем, в Турции его деньги закончились, и мы продолжили путешествия, и мой обратный билет за мои деньги я покупала, которые я когда-то накопила. Ну ладно, мы же пара, почему мне не помочь? Он тоже студент, и сделал и так немало уже для меня. Мы продолжили отношения на расстоянии, но он начал очень редко звонить и писать. Я уже психовала, и однажды мне написала его бывшая, что он ей писал, что они будут вместе, и все у него будет хорошо и тому подобное. После этого он не разговаривал со мной два дня, обиделся, что я еще ее и послушала, и ей поверила. Далее мы поговорили все, обговорили, начало налаживаться наше общение, и я купила сама себе билеты к нему на неделю. В скобочках, вот дура. Он был очень рад, все было идеально, его родители уехали в деревню на эту неделю, и у нас была в распоряжении вся квартира. Билет обратно купил он, но он не торопился искать работу. Чуть позже устроился официантом временно, на зимние каникулы купила билет с меня туда, с него обратно, все расходы там. Опять же, было идеально, ждали встречи новой нашей весной, может он приедет ко мне, но весной через инстаграм я узнала, что он мне изменяет уже два месяца с турчанкой. Она написала мне и все выложила в инстаграме. Расстались, естественно. Через пару месяцев я получила предложение о работе в Анталии танцовщицей, что было моей мечтой. Я работала каждые свои каникулы на разных работах, и вот он объявился и начал умолять, просить приехать, встретить меня хотел в Анталии, нашел подработку там, чтобы быть рядом со мной в одном городе. Опять же, все было хорошо, я его почти приняла, но не отпускала ему и не прощала измену. Два месяца каникул были идеальными опять. Он уже говорил, что поженимся, когда я закончу универ, но когда я вернулась домой, и он свой город, он не торопился искать опять работу. Если отношения собираются приобретать новый серьезный оборот, надо идти и набираться опыта, работать. Так-то ему же вообще-то 26 лет я начала давить на него. Я учусь с утра до ночи, порой не сплю, занимаюсь еще и хобби, в любое свободное время подрабатываю, а он. Я решила, больше не буду делать ничего сама, никаких билетов первый покупать и так далее. Так мы и не встретились, не встретили Новый год. Порой мы блокировали друг друга, снова общались. Он закрыл от меня свой инстаграм, опасаясь, что я еще с кем-то буду разговаривать, из его каких-то женщин что-то узнаю. Я понимала, что это все надо прекращать. Было очень много боли, я старалась разорвать это почти год. И наконец-то в августе был последний звонок, мы расстались. Сейчас я пишу с самого начала и понимаю, что это надо было прекратить немедленно. Но сложилось именно вот так. После расставания я вдохнула свободу, была одна, ходила иногда на свидания. Я не была невероятно рада, но это свершилось и я ушла свои ошибки. Сейчас у меня 4 месяца есть отношения, парень. Чего я не планировала, кстати, в Минске, так как приезжая в Турцию, я выучила язык, много планов построено. Мы живем уже месяц вместе, он прекрасен, бизнесмен, владелец двух компаний, ему ничего не жалко. Он очень симпатичный, добрый, веселый. Да кто угодно с таким бы хотел быть. Но вместе с новыми отношениями пришел ко мне в голову и тот персонаж. На самом деле я бегу из дома, я живу с этим парнем, чтобы не жить там, дома с родителями, так как я ненавижу своего отца, который меня бил и унижал и продолжил это делать. Я работала каждые каникулы, чтобы ну может наконец-то съехать. Но этого не было достаточно. Я этой зимой, по совету, забрела веб-моделинг и наконец-то сняла себе квартиру самую дешевую. Не такое уж и большие деньги, конечно. Еда в 5 уе. Еда на 5 уе. Я не знаю, что это, 5 долларов что ли? В день иногда пешком вместо автобуса, но только не жить с родителями. И тут он спасатель мой. Помимо финансов его, отношения ко мне хорошие, харизма. Это просто невероятная удача для меня. Но меня раздражает тот факт, что это хорошее отношение. Я вечно думаю о том, кто делал мне больно. Порой до такой степени, что приходит мысль посмотреть его профиль этого парня турка. Но нет, я останавливаюсь. Галина, скажите, пожалуйста, почему я не могу принять нормального человека? Почему это происходит так в моей голове? Я же знаю, что хорошо для меня. Какое должно быть ко мне отношение? Уважение, серьезный, ответственный парень. У меня все это есть. Но тянет меня к плохому. У меня нет поддержки от родителей. Тяжелое детство. Я невротик. РПП. И я у себя только одна. Поэтому стараюсь не вестись по поводу у глупых мыслей без бэкграунда. А делать так, как полезно. Как должно быть хорошо для моей психики. Но меня это крызет. Извиняюсь за столь длинное письмо. Долго хотела вам написать. Большое спасибо за внимание. Сейчас я на ваше письмо и отвечу. Вы совершенно верно подмечаете все. Но вам, вы многое осознаете. Я вам точно скажу, мне просто нужна терапия. Вам нужна помощь у психолога, который вам поможет это пережить, преодолеть. Конечно, я посоветовала, например, расстановки по папе. Как это сделать однажды, чтобы пережить это до конца. Проблема в чем? То, что у вас сформировано поведение невротическое. Поэтому у вас вот эта зависимость вас тянет к плохому. Тому, кто повторяет отношения своего папы. Именно я понимаю морально, что это нехорошо. Я знаю, что мне нужно хорошее. Каким должен быть хороший мужчина. Вот я его получила, а он мне неинтересен. Потому что в днем этого нерва нет. Он не дает вам эти эмоции. Вообще, если бы я с вами работала, я изначально постаралась бы понять механизм, который вас цепляет. Это не просто я иду к плохому. Нет. Вам нужно уловить конкретную эмоцию, чего вам не достает. Что человек это дает. Ну, я там как бы непонятно, если письма это с вами разговаривать надо. Но мне видно явно, что это обесценивание. На втором месте. Почему вы к его девушкам узнавали? Вы все прощали. Потому что вам вот это и нужно было. Снова поругаться, чтобы потом мириться, чтобы он мне давал внимание из-за чувства вины. Скорее всего, это все предположения. Мы с вами об этом не разговаривали. Это как я логически рассуждаю. Вот. Чтобы все заново это проживать. И каждый раз на гнетании этой обстановки конфликты должны быть более яркими, более серьезными, чтобы больше был накал страстей. Потому что если мы ругаемся, например, страдаем, обижает он меня, других женщин выбирает. Ваша проблема низкой самооценки, конечно же, потому что вы позволяете быть на втором месте, изменяете тому вся вот эта история. И вы все это, в принципе, это все понимаете, что это не есть хорошо и прощать это не нужно. Но вы это делаете и опять ищите эти конфликты для того, чтобы новый, знаете, как наркотик-то опустить по вене, чтобы с ним снова мириться. Потому что когда мы помиренные с ним, после конфликта сходимся, он ведет себя лучше, чем было раньше, но временно. Понимаете? То есть мне нужно больше и больше любви, и вы видите стимул такой, это только конфликты и измены там, что такое жесткое, может давать стимул того, что он меня любит, показывал мне этот мужчина свою любовь. И вас к нему тянет, что он этот механизм работает. Вас это все отпустит, когда вы это проработаете. Это конкретно. Вы уже многое, как вы правильно говорите, прошло, но вам нужна психотерапия. Вам нужно, там, не знаю, тренинги поделать, чтобы психолог с вами поговорил. Это не просто разговоры. А как там папа тебе бил? Что, расскажи о своем детстве? Если у тебя, это не та история. Вам надо конкретно, нужно работать с соответствующими ощущениями, что вас гонит, какие эмоции к папе определиться, ощущения, чувства есть. А это отпускать, прорабатывать на терапии. Потом только вас, скажем так, в один момент переключит. Вы правильно делаете, что, по сути, с неврозом нужно сопротивляться. Все равно это не только, понимаете, как вы с психологом многие думают. Я схожу к психологу, он что-то волшебное поделает или терапию какую-то поделает, какие-то упражнения, задания даст, и так далее. И я проснусь завтра другим человеком, все изменится. На самом деле нет. Самая главная работа ваша, это когда вам психолог дает домашние задания, и до следующей консультации вы это делаете. По сути, вы работаете вот в этот момент над собой и себя преодолеваете. Что касаемо невротиков и неврозов, это часть преодоления, даже я же больше сказала, 50% успеха, это ваша личная работа над собой. Об этом очень, кстати, хорошо Лобковский говорит, задевает именно этот аспект, что надо спрыгивать с отношений, разрывать их, когда ты видишь, что опять ты затягиваешься хотя бы в то же самое. Это такой поверхностный совет, но все равно вы правильно делаете, вы сопротивление устраиваете. Я знаю, что для меня плохо, меня тянет посмотреть инсту, но я этого не делаю. Написать ему, но я сейчас не пишу, я понимаю, что он плохой, он нехороший в моей жизни будет. Вот у меня есть хороший парень. Насиловать себя, заставлять быть, спать есть, обещать что-то парню в отношениях, который типа хороший должен быть, это немножко неправильно по отношению к нему, это отчасти обман. То есть я себя заставляю быть в отношениях, когда он меня полностью не устраивает и не интересует, нервы мне такого не дают. У вас есть два варианта в таких отношениях. Вы начинаете парню выносить, может, чтобы тоже стимул реакция была, а если не получается, что не получается, меня тянет к бывшему или к какому-то плохому парню, который рядом может найтись и так далее. То есть отношения все равно развалятся. Но более честно было бы его не держать, не обманывать. Например, быть вот... Ну, короче, вы понимаете, о чем я говорю. То есть человек здесь ни при чем. Он в вашу невротическую игру не хочет подключаться, и отношения сами с собой, как правило, развалятся. Ему это и будет тоже неинтересно. Потому что он за нормальные отношения, за то, чтобы мозг выносили, искали повод поругаться. Но вы себя правильно останавливаете, как вариант не идти назад, к ним, если я начинаю знакомиться, парень попадается такой же, как был, такими же невротическими каким-то моментами, он тоже сам невротик, он включался в вашу игру, ему тоже это нужно было зачем-то. То себя ограничивать. Ну, ваша дорога прямая. Вы сами с этим, я думаю, не справитесь. Это, в первую очередь, расстановки желательно. Вы, и это конкретная группа расстановок. Надо найти психолога, как это делать. В общем, это узкий специалист, я так скажу. Или для начала вам попробовать нужную терапию. Вообще, вот про страхи, про все, про папу. Это дело, знаете, не двух-трех консультаций. Я бы сказала, наверное, штук 9-10 понадобится. В общем, это зависит от вашего уровня сопротивления, желания меняться, вообще, что, как пойдет. Никто вам никогда не скажет, сколько вам консультаций нужно, что на них нужно будет делать. Это индивидуально. Вообще, не психолог, только когда с вами вообще рот откроет, начнет говорить, может вас проконсультировать, сказать, что вообще, масштабы проблемы, что вообще менять нужно, что делать, какая методика может подойти, вот почему я. То есть я не могу вам конкретно сказать, что бы вам конкретно, скажем так, у меня нет волшебной пилюли, которая бы вам помогла. Но для девочек, которые в подобных отношениях, ощущениях себя и так далее, я вам точно-точно могу сказать, чтобы первый шаг, чтобы разорвать свои невротические реакции, так как я работаю в когнитивной психологии, поведенческой, надо разрывать рефлекторную дугу, свое обычное поведение, которое было раньше, вести себя по-другому, заставлять себя хотя бы делать. Это и ваш организм, ваш психик просто как минимум со временем регулярно, если это делать, настроиться на это, подастся и что-то все равно уже изменится. Это такой, ну это первый, скажем так, шаг к этому. Вот. Далее, вы очень молодец, я вас хочу похвалить, вы много анализируете, понимаете, но ваша дорога, это дальше вы сами уже не можете, как вы видите, решать эту проблему, это терапия. Еще хочу похвалить вас, что видите, вы очень многое оцениваете, и вот этот побег от папы, плохих вот этих отношений, физического воздействия, вы правильно все делаете. Вы молодец. Кто-нибудь сейчас напишет комментарий, ой, вебкамом занялась, да это что-то такое, не очень-то правильное, да, или еще, не судите, не судимы будете, вы не понимаете, от чего, от чего, девушка правильно написала конкретно, для меня это цель, было средство, чтобы убежать оттуда, снять для себя, мне хоть какие-то деньги нужно были. И совершенно верно, потому что вы не понимаете, от чего человек может бежать, что так у вас, наверное, просто не бьют, например, физически, да, морально вас не унижают. И порой, поверьте, наверное, лучше пойти работать хоть каким-то способом или в какой-то там вебкам, чем, когда тебя дома бьют, унижают, уничтожают вообще тебя, и, не знаю, ты там спать не можешь, потому что думаешь, тем там ночью убить могут и тому подобное. Угроза жизни определенная есть, поэтому я вас в этом вопросе, чтобы мне писали в комментариях, я вас хочу поддержать. Вы молодец, правильно идете. Пройдет время, и когда-нибудь это тоже все забудется, пройдет из вашей жизни, и все будет с вами в порядке, так что не расстраивайтесь. Пишите комментарии, поддержите девушку, может кто-то был в таких же абьюзивных, ужасных отношениях со своими родителями, с папой, который убил и так далее. Найдите слова, вам это легко сделать, если вы это уже прожили, или, скажем так, прошли этот путь в своей жизни, скажем так, исцелились, дайте советы, как это сделать, или просто вы точно найдете слова поддержать этого человека, вы точно знаете, что ей сейчас нужно услышать, какие слова поддержки должны быть ей даны. Спасибо за ваше внимание всем, если считаете, что видео полезно, ставьте обязательно лайк. Еще я оставляю свою почту, куда вы можете под видео в инфобоксе раскрыть, посмотреть, на почту, это моя главная связь с вами, напишите мне ваши истории анонимные для видеоразбора или запись персональная на консультации в скайпе. Скоро увидимся, всем пока.